Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии. Зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич, я кандидат технических наук. Занятие у нас сегодня семинарское, и мы рассматриваем сегодня вопросы, связанные с учением об ИТИ, рассматриваем науку логики. Были даны некие вопросы, и я предлагаю сделать следующее. Первую часть нашего сегодняшнего семинара мы посвятим выступлениям очников, то есть те, кто и товарищи, которые здесь присутствуют, могут выступить по предложенным вопросам, рассказать, какое движение они поняли, какие категории усвоили. А потом мы обратимся к работам заочников, и я коротко скажу, совсем коротко, о том, какие ошибки допускали товарищи-заочники. Значит, давайте по вопросам. К семинару были сформулированы следующие вопросы. Первый вопрос. Почему начало – чистое бытие? Кто может выступить по данному вопросу, развернуть его как-то, ответить? Давайте. Пожалуйста, вот сюда, наверное, да? Вот сюда подходите. Представьтесь. Граф Кенолик. Человечество формировало понятия в ходе своего развития и стало разбираться в этих понятиях. Соответственно, шло от сложного к выведению простых категорий. Наоборот, наверное, все-таки. От простовых тоже. Ну, а мы начинаем уже. Да, вот Гегель, он пришел к простым понятиям. Дал возможность. И мы с помощью Гегеля можем начать с простых понятий, прийти к более сложным. Соответственно, разобраться уже в понятиях тех, которые есть на данный момент, сформированы. А понятия, они появляются под воздействием развития языка. В языке сохраняется только то, что очень важно сохранилось, действует как закон. То есть, закон – это спокойное явление. А сохранилось от чего? То есть, что отразилось в языке все-таки? В языке отразилась жизнь, бытие. Да, вот это правильно. А какое бытие? Общественное бытие. Вот, общественное бытие. Общественное бытие – это что такое? Общественное бытие – это… Мы в прошлый раз разбирали этот вопрос, по-моему. По крайней мере, я говорил об этом. Общественное бытие – это общественное производство. То есть, в основном отражается в языке то, что многократно повторяется в общественном производстве. Общественное производство. Да, это не какие-то случайные вещи, а именно связанные с производством. На самом деле вот здесь материализм-то он и заложен, да? Именно общественное производство, и в языке оно отражается. Да, и поэтому материализм стоит в том, что общественное производство находит отражение в общественном бытие. То есть это в понятиях… Не-не, так вы как-то начали путаться. Давайте немножко мы отступим назад и все-таки сформулируем ответ на вопрос. Почему за начало берется чистое бытие? Почему за начало нельзя взять вот телефон, я от него все расскажу, микрофон? И непосредственно категория чистое бытие – это категория, которая получена из отрицания, то есть из абстрактной категории. Она отталкивается от всего бытия, которое есть на земле. Можно любое бытие взять, вот, и она ко всему прикоснулась, она содержит в себе все, что есть конкретного бытия. И поэтому она такая абстрактная категория, которая включает в себя все богатство земли. Как вы понимаете абстрактное? Вот что такое абстрактное? Абстрактное – значит полученное как отрицание от конкретного. Нет, не так. Вот у Гегеля не так. Он противопоставляет абстрактное и конкретное. В чем различие между абстрактным и конкретным? Ну, вот абстрактное – это полученное как отрицание конкретного. Нет, нет, так не получается. Абстрактное – это то, что не содержит в себе противоречия. Ну, абстрактное… А конкретное – это как раз истинное, содержащее в себе противоречия. Ага, ну понятно. И в этом смысле чистое бытие – это как раз абстрактная категория, она никакого противоречия в себе не содержит. Да, почему она самая начальная, то есть взято то, что она содержит в себе, она в ней, то есть она, то что можем сказать, что это непосредственная, то есть содержит только, она равна только самой себе и не равна по отношению к другому. То есть она, то есть первое, как сказал Гегель, первое, то, что он сказал, это непосредственная неопределенность. Непосредственная, да, у нее никаких нет неопределений, неопределенности, ничего нет у этой категории. Да, и содержит никакого больше. И, соответственно, мы можем только сказать, что она есть. Второе, что мы можем сказать… Все, дядя, подождите, давайте не будем торопиться. Вот тут Гегель, на самом деле, во введении тратит достаточно большое время и много места отводит тому, чтобы пояснить, а почему же он начинает с чистого бытия. Вот, и, собственно говоря, почему это происходит у него? Потому что он объективный идеалист, да, и ему нужно объяснить, почему нельзя начать… С я. Нет, с я – это субъективный идеализм. С Бога. С Бога почему нельзя начать? То есть для него этот вопрос вообще-то очень важен. Это для нас. Вот нам, как материалистам и атеистам в большинстве своем, понятно, почему, так сказать, нужно начать с чистого бытия. А вот ему потребовалось некоторое время на то, чтобы это усвоить и к этому прийти, да? И все-таки давайте вот разберем, почему нельзя начать с Бога, например. Ну, такая хорошая категория – Бог, которая все определяет, и мы с него начинаем. Ну, он как бы… И с него будем раскручивать все. Или с я. Вот для субъективных идеалистов я – категория хорошая. Я есть. И с нее начинаем. Про Бога. Первое, что я созерцаю – это я. Вот я вижу себя, и все. Я. Ну, Бог. Какая разница? Когда мы говорим про Бога, говорит Гегель, что мы с Ним начинаем там уже ассоциировать то, что там благо и другие понятия. Ну, вот мы как-то, да, какие-то сложные категории. Но когда мы говорим про любой предмет, взятый, рассматриваемый в нашем сознании, что мы первое про него говорим? Что оно есть. Что оно есть. Да, это бытие, оно есть. То есть, если мы возьмем Бога, если мы возьмем Я, мы все равно про него должны сказать «Оно есть». Ну, тоже скажем так. Оно есть. Соответственно, и Бог, и Я, и любая другая категория, которую вы можете придумать, оно более сложное по сравнению к чистому бытию. То есть, если вы стоите на, так сказать, научной позиции, вам никуда от чистого бытия не убежать. Хотя, может быть, потом вы надеетесь, вот как я и надеялся, прийти к абсолютной идее, к абсолютному духу, к Богу и так далее. Но чистое бытие должно взято, взять как самая простая категория, первая категория. Это просто есть, без всякой определенности, дальнейшая самая простая категория. То есть, еще нужно сказать, что это когда мы говорим чистое бытие, бытие – это оттолкнулось от всего. То есть, от всего можно оттолкнуться, это будет чистое бытие. Ну, в некотором смысле, да. Поэтому это первая категория. Оттолкнулись, но и в связи с этим все и вобрали, да? Ведь все категории мы выведем из какой категории? Из чистого бытия. То есть, там они как в матрешке все уже есть, надо только развернуть. Она такая категория получена из-за отрицания, что мы, получается, вобрали в этой категории все богатство. И с нее начиная, потянув за нее, мы опять придем к этому богатству. Хорошо. Спасибо. Давайте следующий вопрос. Ну, давайте, значит, здесь сразу же мы прыгаем к моментам становления, да? Но нам нужно как-то понять, как от чистого бытия до этого самого становления дойти. Кто готов нас довести от чистого бытия до становления и до его моментов? Товарищи, ну давайте. Кто готов это сделать? Это пока очень простой вопрос. Потом будем разговаривать про изменяющиеся нечто, и там будет все сложнее. Давайте, да. Вот сразу же, товарищ, понял, что потом уже будет все трудно. И лучше выступить сейчас. Так, значит, начнем мы с чистого бытия, да? Да, с чистого бытия, а дальше движение бытия. Так как мы не можем чисто о бытии ничего сказать, мы приходим, что это... Ну, прямо совсем не можем ничего. Ну, оно чистое бытие. Так, бытие. Чистое бытие, да, бытие. Но мы можем все-таки сказать про него, что оно есть, да? Ну, нет, что оно и есть, больше мы ничего не можем сказать. А раз мы не можем больше ничего сказать, значит, оно переходит в ничто. То есть идет движитель ничто. Так как ничто мы можем... Давайте, не будем торопиться. Тут мы впервые встретились в такой категории, как ничто, да? И нам эту категорию... Чистое ничто тоже. Тоже чистое ничто. А почему чистое оно? Потому что мы можем про него сказать, что оно есть. Ну и про другое ничто мы тоже сможем сказать, что оно есть. Но тут чистое ничто просто у Гегеля появляется. Просто оно потому, что мы пришли к нему от чистого бытия. И первый раз на это ничто натолкнулись. Вот поэтому оно чистое. Больше ничего. Да, потому что ничего не сказать. А раз ничто, и мы можем про него сказать, что есть, мы опять же возвращаемся к чистому бытию. Не к чистому. К бытию. Да, возвращаемся обратно. то есть у нас возникает моменты не пока никакие бы на моменты у нас не возникают у нас было не что чистое мы его рассматривали внутренним взором и убедились что она есть и от чистого бытия мы пришли к бытию пути а дальше где у нас моменты пока никаких моментов не ну а дальше мы опять приходя идем движение от бытия ничто от ничто к бытию потому что у нас это беспокойное такое движение возникает одновременно движение вы как-то сразу же прыгнули к беспокойному движению и так далее все-таки давайте мы зафиксируем что у нас в нашем рассмотрении мы увидели не просто бытие ничто как рядом положенные кстати мы пока их не различаем еще но мы не различаем это становление мы приходим к становлению да а мы получили бытие переходящие в ничто и ничто переходящего бытие да их беспокойное единство и беспокойное единство и приходим к становлению дальше становления вот мы еще к становлению то не пришли чтобы нам прийти к становлению нам нужно сказать что мы зафиксировали простоту мы зафиксировали просто мы не зафиксировали еще мы зафиксировали движение движения исчезновения исчезновения бытия в ничто и не что бытие бытие зафиксировали и это движение исчезновения мы назвали становление становлением что мы дальше рассматриваем дальше мы видим два момента никаких два момента мы не видим что мы рассматриваем дальше кто подскажет мы всегда рассматриваем то что мы получили на предыдущем этапе на предыдущем этапе что он получили вот его и рассматриваем становлением рассматриваем основное в лении и рассматриваем так становление рассматриваем что в нем мы замечаем Противоречия. Откуда мы моменты там найдем сейчас? Мы находим, потому что идет одновременно движение от бытия к ничто. Одновременно пока нет. Вот мы рассматриваем становление, мы в этом становлении видим, что в нем есть движение из бытия в ничто и противоположное движение, из ничто к бытию. И мы как раз вот эти два движения уже в одном движении, потому что становление тоже движение, мы называем моментами. Только вот здесь эти моменты всплыли, как моменты, да? Да. И два момента, и когда движение... И нам нужно эти моменты назвать, когда мы называем движение от ничто к бытию и движение бытия к ничто. Это прихождение, движение. Движение бытия к ничто мы называем прихождение. А ничто к бытию, возникновение, возникает. Ну, это есть два момента. А вот в становлении ничто и бытие пропали, как таковые? Просто мы получили два момента – прихождение и возникновение? Или ничто и бытие тоже есть в становлении? Тоже есть в присутствии. А что является бытием в становлении? Какой момент? Прихождение. Почему? Исчезает. Что исчезает? Исчезает бытие в ничто. Это бытие, приходящее в ничто? Ничто. Или просто бытие? Просто бытие. Поэтому бытие в становлении – это прихождение. А ничто в становлении – это возникновение. Правильно. Потому что это ничто, переходящее в бытие. Или просто, проще говоря, ничто. Так. Хорошо. Спасибо. С моментами мы становления разобрались. Давайте пойдем дальше. Дальше мы должны как-то от становления и его моментов перейти к… Ну, давайте перейдем к наличному бытию. Как-то попытаемся переползти потихонечку. Кто готов нас привести к наличному бытию, к качеству? Ну, давайте к наличному бытию сначала. Кто готов пройти тернистую дорогу от становления к наличному бытию, товарищи дорогие? Это получается, что все, кто – очники в Санкт-Петербурге, не отвечали на вопросы к семинару. Так получается? Какие-то другие вопросы, что ли, рассматривали? Давайте. Это я еще… Мы не дошли до изменяющегося нечто. Пока все просто. Значит, вот мы только что рассматривали становление, в котором есть два момента. Так как у нас имеются два момента, то, соответственно, это множество. В чем, так как эти моменты друг к другу переходят, то это беспокойное единство двух вот этих моментов. Так. А так как как больше одного, то это получается как категория сложная, это множество. Так. Нам нужно найти для нее противоположность. Зачем? Зачем мы ищем противоположность? Зачем? Ну, мы ищем противоречия, чтобы… Мы пока нет. Что-то… Нет, нет. Это как… Чтобы перейти на следующий уровень, нам найти противоречия. Не так… Так. Потому что они исчезают друг другу. Что? Потому что исчезают они. Кто исчезает друг другу? Ну, и… Что? Так. И что? Правильно. Они отрицают. Что отрицают? Два движения противоположных… Отрицают себя. Спокойное единство. Что спокойное единство? Вот мне понравилось, товарищ говорит, значит, Бытие и ничто исчезают друг друге в становлении. Так? Да. Это правильно. А становление само есть благодаря чему? Благодаря бытию? Нет. Не только благодаря бытию. Если бы только было бытие, становления не было бы… Нечем становиться. Благодаря наличию вот этого движения, собственно говоря, оно… Благодаря тому, что… Благодаря как раз этому различию бытия и ничто в становлении… В становлении… Если мы говорим, что когда мы рассматривали само бытие и само ничто до этого, нам было все равно, что брать. Бытие и ничто – они одинаковы. А вот в становлении вот это движение из бытия в ничто из ничто в бытие они уже разные они различаются в становлении бытия и ничто вот в самом становлении, если мы рассматриваем становление и становление есть благодаря разности бытия и ничто становление есть только благодаря этой разности если в становлении если ничто от бытия в становлении не различаются никаким образом, то становление как такового нет, нечему двигаться. Одно в другое, нечему двигаться. Поэтому мы фиксируем две вещи. Первая вещь. Становление есть благодаря разнице бытия и ничто. Разница возникновения и прихождения. А второе, вот товарищ нам сказал, что в становлении это разность бытия и ничто исчезает. Да, но она не исчезает. Подождите, не совсем. Значит, что? Вот правильно, товарищ, замечает. Значит, и становление исчезает. А что значит исчезает? Вот теперь давайте разберем. Что значит исчезает? Подождите, снятие. Сейчас вот мы вот эту категорию раскопаем. Оно исчезает, то есть отрицается. Отрицается. Вот это, так как отрицается разность бытия и ничто в становлении, значит, отрицает и само становление. Отрицается. Значит, становление отрицается. Все, выкинули становление и закончили новую половину. Или как? Нет, переходим к... Куда переходим? К спокойной простоте. Подождите, вы торопитесь. Что нам к спокойной простоте? Мы пока не разобрались с отрицанием. Мы пока не разобрались, что же такое диалектическое отрицание. Вот, вот, вот. Диалектическое отрицание – это снятие. А что это такое? Снятие – это отрицание с удержанием. Так, а какое-нибудь другое отрицание, вы знаете? Нет, нет. Вот, правильно, товарищ, он подсказывает. То есть, когда мы на самом деле говорим об отрицании, в диалектическом смысле, никакого другого отрицания, кроме снятия, нет. Вот сейчас я скажу, все, заканчиваем лекцию, я ухожу. И вроде как я отрицаю эту лекцию, и не лекция у нас вообще, а семинар. Все расходимся, я отрицаю ее, и что? Мы все забыли, что тут происходило, ничего не осталось? Мы уже тут три категории или там больше разобрали. Значит, никакого другого, такого зряшного отрицания, вообще философии нету, не бывает. Те, кто используют категорию отрицания, забывая, что это снятие всегда, они находятся очень далеко от нас. Мы фиксируем этот момент, что отрицание – это всегда отрицание с удержанием. И вот такое отрицание с удержанием, чтобы не забывать об этом, мы говорим, что это снятие. Так? Да. Отлично. Отрицание с удержанием с удержанием. Так, значит, теперь нам нужно снять и организовать. Становление. Становление. Так, давайте организуем снятие становления. Отрицайте становление. Вы сказали, что становление – это беспокойное единство. Беспокойное единство. Так, отрицайте его. Она должна спокойная. Кстати, не беспокойная. Значит, а вы отрицаете беспокойство. И несложно, он должен быть, а простым. Значит, вы отрицаете, давайте по шагам, вы отрицаете беспокойство. Да. Так? И вместо беспокойства у вас получается спокойствие. Спокойствие. Отлично. Спокойная простота. А вот простота почему? Ну, потому что… Мы же говорили про единство. Мы только что говорили про единство. Если единство, то это значит, единство ни одного чего, там множество. Единство одного быть не может. Соответственно, мы отрицаем множество и превосходим… Значит, единство – это что-то сложное, да. Да, сложное. Единство действительно является простота. Приходим к спокойной простоте. Да. Ну и что это такое? Наличное бытие. А что, не, что-то вы сразу же… Это вы у Гегеля схватили, конечно, наличное бытие, но это вы побежали. А что, почему это наличное бытие? Что это такое? Сущность. Не, сущность – это еще рано. Мы пришли к спокойной простоте. Спокойная простота – что? Кто сказал? Есть. Есть. Спокойная простота есть. Значит, это на что? Бытие. Бытие. Но оно уже не то бытие, которое там было у нас, чистое бытие и просто бытие. Мы поняли, что это бытие, и для которого новенькое бытие тут у нас какое-то. И для этого новенького бытие нам уже нужно найти название. И вот тут-то только мы обращаемся к Гегелю, к науке, логике и начинаем узнавать, а как же это бытие лучше назвать. И как он называется? Потому что оно у нас вот на лицо имеет. Личное бытие, да. Почему не различное? Оно на лицо. Оно не… Почему? Кому интересно было? Красивее звучит. Различное. Не знаю. Красивее звучит. На личное бытие, а оно на лицо. Потому что в спокойной простоте у вас… Она выступает как бытие уже. На лицо у вас только бытие. Сейчас мы начнем копаться в этом бытие. Начнем его раскапывать. И увидим, что там все на самом деле есть, ничего оттуда не убежало. И все там есть. Но на лицо в этой спокойной простоте только бытие. Все. Вот это движение, вот это беспокойство, оно снялось. Итак, мы имеем на личное бытие как результат чего? Снятия. С чего? Снятия. С установления. Правильно. Значит, результатом снятия с установления мы увидели на личное бытие. Спасибо. Отлично. Ну, не отлично. Он у нас идет. Ну, зачет. Хорошо. Зачтено. Отлично вы не хотите получить? Я сразу же отлично хотел поставить. Это уже зачем понеси? Хорошо. Зря-зря. Потом бы на экзамене вспомнили. Да, на экзамене я так оценками отлично не буду разбрасываться. Так. Ну, давайте двигаться дальше. Мы дошли до наличного бытия. Рассматривать нам надо дальше наличное бытие. И как-то прийти к качеству. Кто готов от наличного бытия дойти до качества? Товарищи, давайте. Меня зовут Егор. Отлично. Получили наличное бытие. Теперь нужно его рассмотреть. Правильно. Так как перед этим мы уже рассмотрели, что такое снятие, которое является отрицанием с удержанием, то то становление, которое является снятым, находится в нашем полученном наличном бытии. Удерживается. Удерживается. Да. Оно как-то там удержалось. Значит, оно там есть вообще. Оно там есть. Так. Спасибо. Ну, есть. Согласен с вами. Не поспоришь тут. А в становлении, как мы помним, есть два момента. Так. Возникнет момент бытия и момент ничто. Но так как у нас бытие уже наличное, оно налицо, соответственно, в нем остается момент ничто. В нем есть ничто. Ну, в наличном бытие есть ничто. Соответственно, небытие. Да. Не соответственно небытие, а ничто в наличном бытие назовем небытием. А несоответственно. Ну, это просто название. Вот мы ничто в наличном бытие, которое мы так раскопали, оно, его надо раскапывать все-таки в этом наличном бытие. Да. Оно называется небытие. Да. Так. И вот такое небытие, принятое в бытии так, что целое имеет форму бытия. Конкретное целое. Конкретное целое имеет форму бытия. Называется определенностью. Чего? Определенностью этого бытия. Не этого бытия. Какого бытия-то? Определенностью наличного бытия. Это в соответствии, про который мы говорили, естественно. Да. Что за это бытие? Но надо конкретизировать. Определенностью наличного бытия. Так, дальше что рассматриваем? То есть, на самом деле, а вот когда мы говорим про определенность, что перед нашим внутренним умственным взором предстает? Подождите. Подождите. Что определенность? Нет, когда мы говорим про определенность, пока вот когда мы говорим... Ну раз мы про нее говорим, значит она есть. Это мы сейчас дальше пойдем. А все-таки, когда мы говорим, вот мы говорим, небытие, принятое в бытие так, то есть мы говорим про бытие, но на самом-то деле мы думаем про что? Перед нашим мысленным взором еще что? Нечто. Нет. Куда вы побежали? От предыдущей категории. Какая? Выстановление. Нет, нет, нет. Это вы... Выснятое выстановление. А что это такое? Наличное бытие. То есть, когда мы говорим еще про определенности, мы преднутренним взором держим именно наличное бытие пока. Потому что мы говорим, небытие, принятое в бытие. Мы так как бы еще тут обыгрываем, что принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия. То есть, определенность, она не отрывается от наличного бытия. Она вместе с наличным бытием идет и перед нашим умственным взором именно наличное бытие. И вот мы, так сказать, еще тут просмотрели, что есть тут определенность у него есть. Так, а теперь что мы делаем? Рассматриваем эту определенность. Вот. И теперь мы наш умственный взор переводим на эту определенность. Да. И что с ней происходит? Получается, мы, ну, во-первых, она есть, это определенность, значит, бытие. А раз мы ее рассматриваем, то мы как бы берем ее изолированы. Да, она уже никак определенность у нас предстает перед нами. Потому что мы временно забываем про то наличное бытие, к которому одна относится. Ну, вот это наличное бытие, да. Ага. И что? Мы рассматриваем ее отдельно взятую, как бы изолированную самостоятельно. И вот такая самостоятельно взятая, изолированная определенность называется качество. Правильно. Отлично. Спасибо. Пожалуйста. Так, до качества мы дошли. Хорошо. Теперь нам нужно идти дальше. Теперь нам нужно как-то раскопать нечто. Кто будет раскапывать нечто, товарищи? Кто-то должен раскопать нечто. Дошли до качества? А чего раскопать? Хотя мы же нечто. Надо как-то перейти от качества к нечто. Кем? Ну? Выручайте, чтобы оттуда мы не отпустить. Нет желающих. Ну, хорошо. Давайте мы этот переход сделаем. Я его сделаю, а потом мы посмотрим. Может быть, кто-то нечто сможет рассмотреть. Значит, мы дошли до качества. Начинаем рассматривать качество. Гегель говорит следующее. Поскольку, поскольку мы рассматриваем качество, оно бытие. И, естественно, не то бытие, которое было в самом начале, а наличное бытие. Мы рассматриваем его как наличное бытие. И опять говорим о том, что в наличном бытие есть становление. Но здесь получается, что не такое механическое применение. Опять нам нужно становление найти в качестве и произвести тот же самый фокус, что мы делали с наличным бытием. Гегель пишет так, что становление является масштабом при рассмотрении качества. То есть, когда мы рассматриваем качество, его также нужно рассмотреть просто с двух сторон. И его надо рассмотреть с положительной, как бы со стороны бытия по отношению к ничто и со стороны ничто по отношению к бытию. То есть, с положительной и с отрицательной рассмотреть его. Когда мы берем качество как положительное, мы получаем какую категорию? Реальность. Когда мы берем качество лишь как отрицательное? Отрицание. Ну, тут можно привести пример. Хотя, на самом деле, вот так просят привести примеры. Приведите пример, приведите пример. На самом деле, все является примером, конечно. Но здесь можно говорить так. Вот если мы говорим о качестве, как привести пример реальность и отрицание. Ну, вот можно говорить, например, про телефон. Его качество, не знаю, предполагаем, что он хороший. Я говорю, хороший телефон. Это я его взял как реальность. А как отрицание я могу то же самое качество взять. Сказать, что он неплохой. Как отрицание я взял. Да, вот просто масштаб того, как мы можем рассмотреть качество. Хорошо. Рассмотрели реальность. Рассмотрели отрицание. А теперь рассматриваем дальше то, к чему мы пришли. Реальность и отрицание. Отрицание есть? Есть. Значит, оно бытие? Бытие. Какое бытие? Наличное. Реальность есть? Есть. Значит, оно бытие. Какое бытие? Наличное опять. А вот получается такая интересная ситуация теперь. Что у нас и реальность, и отрицание, и качество, и само наличное бытие все оказалось наличным бытием. То есть, снято различие между качеством, отрицанием, реальностью и самим наличным бытием. И поскольку это различие снято тем, что мы сказали про все, про все эти категории, что это наличное бытие, теперь нету качества, реальности, отрицания, наличного бытия отдельно есть. А есть лишь определенное наличное бытие, наличное сущее или нечто. И здесь я хочу обратить ваше внимание, что категория нечто, она такая уже в себе содержит такое двойственное, что ли, такое противоречие. Во-первых, она начинается с частичной цене. То есть, как будто бы она, отрицание в ней есть. И что там есть. То есть, утверждение. То есть, в ней что как раз и есть, это определенность наличного бытия и само наличное бытие. Или когда мы говорим наличное сущее, а это отвечает на два вопроса. Какое, то есть, определенность, какое наличное сущее. Или что, как наличное бытие, наличное сущее. Так, получили мы нечто. Дальше что-то с ним надо делать. Кто готов дальше взять нечто и показать, что оно изменяющееся. До изменяющегося нечто. Кто-то готов дойти? Ну, вот эта категория очень важная, надо сказать, изменяющегося нечто. До нее, вообще говоря, большинство граждан, умничающих, так сказать, и философствующих не дошли. И что такое изменение, они не понимают. И вообще про изменения надо хорошо разобрать этот момент, как оказывается, что все, что бы не взяли, оно изменяется. Давайте, кто-то сказал про то, что изменяется. Вы сказали, давайте. Ну, у меня нет в списках. Нет в списках. Хорошо, товарищи. Значит, давайте мы поступим следующим образом. Давайте мы это движение приостановим на время. И вот так, что вы не выходите, не рассказывайте нам, что это движение не перестановить, да, что оно объективно. Мы сделаем вид, что мы его остановили. Перейдем, может быть, товарищи, которые тут присутствуют, они немножко решатся к тому, чтобы сделать этот переход. Поэтому мы перейдем временно к разбору работ заочников, ну, а потом вернемся к разбору движения от категории «Нечто». Да, и тут, наверное, время сделать такое небольшое отступление вообще по поводу того, а зачем мы всем этим занимаемся, да. Вот кажется, что, ну, вот мы что-то изучаем, тут Гегель какие-то категории, так сказать, диалектика, противоречия какие-то, да. Есть вот формальная логика. И надо сказать, что многие граждане, граждане современные, которые даже называют себя коммунистами, иногда, они такую позицию высказывают, что вот есть формальная логика, мол, есть Маркс с Энгельсом, сделавшие как будто бы очень много правильных вещей, но уж момент, они гегельянствовали там в самом начале, но их гегельянство в какой-то момент закончилось, и они начали заниматься, так сказать, вполне себе наукой. Эти граждане даже утверждают, что они вполне себе марксисты, что они даже «Капитал» прочитали, и даже там что-то поняли. Есть такие блогеры небезызвестные, которые полностью отрицают диалектику и говорят, что вот, мол, только формальная логика, закон исключенного третьего и так далее. И эти граждане на полном серьезе называют себя коммунистами, марксистами и утверждают, что они прочитали «Капитал» и поняли в нем что-то. Ну вот я хочу привести пример того, что человек, который стоит на позициях формальной логики и на позиции диалектические не сдвинулся, и, так сказать, признает закон исключенного третьего, что он марксистом быть не может, вообще-то говоря, вполне марксистом он быть не может. Если вы возьмете «Капитал», самый первый том, вот товарищи эти начинают изучать «Капитал» Маркса, которые говорят, что вот «Капитал» они прочитали и согласны с ним. Если к нему подходить как к научному произведению, то Маркс начинает рассматривать товар, и на самом деле он уже прямо в самом начале в товаре находит противоречия, но это у него так завуалировано. А дальше он эту категорию начинает развивать и доходит до соотношения обмена и производства, и в движении товар-деньги-товар пытается понять, откуда же берется прибавочная стоимость, где же она появляется. И вот у него там есть такой абзац. Давайте я вам зачитаю. Значит, предположим, что я человек, который твердо стоит на позициях формальной логики, и, по крайней мере, я себя не обманываю в этом. И он говорит, да, где появляется капитал и где появляется прибавочная стоимость. Он пишет следующее, вот прямо абзац в «Капитале Маркса». Итак, капитал, пишет Маркс, не может возникнуть из обращения, и также не может возникнуть вне обращения. Он должен возникнуть в обращении и в то же время не в обращении. Как вам такой параграф для поклонников формальной логики? Что должен сделать поклонник формальной логики, прочитав этот параграф? Он должен, если он, так сказать, стоит чисто на научных позициях, если он честен сам собой, он должен закрыть капитал, сказать, что Маркс несет ненаучную ерунду, что он, в общем-то, ошибается и отрицает закон исключенного третьего, что Маркс, движение, которое Маркс раскрывает в «Капитале», не соответствует формальной логике, и сказать, что этот человек, что, как бы, если это я, я не марксист, тогда он должен заявить, твердо заявить. Да. Хотелось бы, как бы, есть еще дополнение к логике, что любая проблема, она должна быть рассмотрена фундаментально со всех сторон и объяснена в подходящем масштабе. То есть, если мы сейчас такую фразу берем и только на ней останавливаемся, то это неверно. Может быть, дальше Маркс пойдет дальше и развернет свои изменения. Ну, так вот в этом, вот в этой мысли Маркса вы видите отрицание закона исключенного третьего? Ну, я вижу четвертый. Если мы стоим, вот я вам, я вам, я вам, как человек, формальную логику изучавший на математико-механическом факультете, заявляю, что как только вы, если вы вот любую математическую проблему рассматриваете, вы приходите к противоречию, вы говорите, что ваша исходная посылка не верна, и рассмотрение дальше завершаете. Ну, так значит, мы приходим именно к исходной посылке. Тогда нужно, если мы стоим, твердо стоим на позиции формальной логики, мы должны сказать, что здесь мы пришли к противоречию. Все, что мы раньше рассматривали, оно неверно, там где-то ошибка, и закончить на этом. Никуда дальше не идти, мы не должны. Не-не-не, но здесь же мы боремся с проблемой. Нет, здесь мы не боремся с проблемой. В данном конкретном месте я не борюсь с проблемой. Значит, я еще раз подчеркиваю, что на самом деле противоречия в рассмотрении возникают и раньше, потому что там движение диалектическое у Маркса. Он говорит о том, что вот два фактора товара, да, что есть сменовая стоимость, а есть потребительная стоимость. Ну, вообще, тоже тут уже противоречия возникают. Но он прямо, так сказать, не бросает в лицо этого то, что здесь уже какое-то противоречие есть. А формальная логика противоречиями не занимается. А вот в этом абзаце, ну, так сказать, прямо, он прямо заявляет о нарушении закона исключенного третьего при своем рассмотрении. Вот, поэтому я хочу сказать, к чему я это все говорю. Что граждане, которые называют себя марксистами и диалектику не изучают и отрицают, даже не то, что не изучают, не отрицают, они марксистами не являются. Вот простое тому доказательство. Некоторые товарищи пытаются рассказать о том, что у Маркса своя диалектика. Где-то она зарыта в трудах Маркса, и как-то ее надо там отрыть. Но при... То есть метод диалектический как будто бы у него какой-то свой. Но когда их спрашиваешь, а где предъявить метод? Ну, как, где-то вот этот метод есть? Как-то вот это движение можно раскрыть? Вот эти категории как-то у Маркса изложены? Ну, они как-то начинают крутиться, вертеться, и, в общем, ничего хорошего про метод не говорят. Вот, значит, это такое было лирическое обступление. Чтобы мы понимали тот факт, что вот эта такая скрупулезность в изучении вот этих простых категорий, оно не случайно. И мы занимаемся этим не для того, чтобы развить ум просто. Хотя это дает некое известное развитие ума. Но если мы хотим изучать марксизм, вот эти движения, вот эти переходы изучать просто необходимо. Так, давайте рассматривать работы заводчиков теперь. Поехали. Крючков Василий Вадимович, город Москва. Отвечает на первый вопрос, почему начало чистое бытие. И просто говорит, потому что оно есть. Но этого недостаточно сказать, чтобы указать на то, что это именно начало. Этот вопрос мы уже разбирали. Да, дальше. Рассматривая становление, указывает, за становлением следует наличное бытие. Ну, следует в том смысле в оглавлении здесь. Если мы оглавление открываем, становление. Да, и даже так вот в оглавлении оно не совсем следует сразу же. То есть нельзя сказать, что за становлением следует наличное бытие. Можно сказать, что наличное бытие есть результат снятия становления. Что мы здесь уже об этом говорили. И тогда мы вскрываем вот это движение. Остановление к наличному бытию. Так, зачтено. Андрей Александрович Берючинский пишет. Опять о вопросе, почему начало чистое бытие. Пишет. Начало – это не развитый результат. А результат – это развернутое начало. Что абсолютно верно. Поэтому чистое бытие является неразвитой идеей. И используется в науке логики Гегеля исходной точкой для выведения более сложных категорий. Почему неразвитой идеей? Это просто является самой простой категорией. Идея все-таки – это более сложная категория. Это мысль, отвечающая на вопрос, что делать. Чистое бытие идеей не является. Это просто самая простая категория. Ну и товарищ пишет прихождение через букву «и». Надеюсь, что он просто описался. Прихождение. Все приходящее. Зачтено. Шлейн Михаил Борисович. Город Чумень. Зачтено. Никифорова Татьяна Олеговна. Город Владивосток. Качество, пишет Наталья Олеговна. Определенность взятая сама по себе. Мы об этом говорили. Изолировано, да. Нечто совершенно простое, непосредственное. Тут уже возникают вопросы. Почему нечто совершенно простое, непосредственное? Ну ладно. Качество есть свойство. Прежде всего, лишь в том смысле, что оно в некотором внешнем соотношении показывается имманентным определением. Я думаю, что Наталья Олеговна где-то списала это у Гегеля, но не списала не из того места. Во-первых, категория свойства, оно будет в, если мне не изменяет память, в следующем разделе. В учении о сущности. Здесь про свойства говорить рано. Но так в целом защтено. Кравцов Павел Александрович, город Водивосток. Короткий ответ. Зачтено. Куренкова Нина Владимировна, город Мытищи. Зачтено. Осохов Богдан Викторович, республика Адыгея. Город Майкоп. Пишет Богдан Викторович. Разбирает вопрос о качестве. И, кстати говоря, я вот это видел в двух местах. То есть тут товарищи где-то в одном и том же месте срисовали это. Качество – это свойство, определяющее природу предмета. В психологии два восприятия. Одно и той же модальности. Например, теплое и холодное. Горькое и сладкое. Ну и так далее. Качество – сложное, философское и мировоззренческое понятие. Вот что нам нужно, оказывается, знать о качестве. Не то, что это определенно взято, изолировано. А что это сложное, философское. И не забудьте мировоззренческое обязательно понятие. Свойство, специфика, как и что, вещи. Ну вот это полный караул. Значит, здесь очевидно, что товарищ списал из плохого философского словаря. Даже не учебника, я думаю. Плохой словарь. То есть здесь и Демокрит указан, и Галилей, и Лок, и Кант, и Аристотель. Все как бы в куче. Но что такое качество, так мы и не поняли. Что качество – это просто определенность взято, изолировано. И уж проще вот этого, вы никогда не найдете ничего про качество. То есть у Гегеля проще всего это. Гегель это кристаллизовал и вывел до крайне точной, острой формулировки. Ну и эти формулировки, естественно, в словарях, где пишут про кого угодно, только не про Гегеля, они теряются. Ну и поэтому качество – это сложное философское и мировоззринческое понятие. Ну, на первый вопрос товарищ ответил, получает зачет. Котова Сабина Эльдаровна, город Москва. Так. Зачтено. Прошу прощения. Давайте еще одну работу мы рассмотрим и перераз будет. Павлов Владимир, город Москва, YouTube-канал «Тютнярская история». Да, и вот здесь товарищ Павлов начинает рассмотрение вопроса «Почему начало чистое бытие?» с утверждения, что материя вечна. С ним трудно поспорить, но какое-то отношение имеет к тому, что начало – чистое бытие. Вот. И пишет дальше, что начало – это первое мгновение существования объекта. Конец – последнее мгновение существования объекта. То есть, товарищ, ну, понятно, я понимаю, что товарищ как бы пытается рассказать нам про начало, как неразвитый результат, и результат, как развернутое начало. Но при этом товарищ привнес сюда вообще понятие о времени, то есть, какое-то мгновение появилось, первое мгновение, второе мгновение. То есть, категория времени у него появилась. А я вам хочу заметить, что в учении о бытии вообще времени никакого нет. Все рассматривается вне времени. Это категории ко времени, не имеющей никакого отношения. Дальше пишет, существование объекта принято называть его бытием. Не так. Бытием принято называть категорию, которая просто говорит о том, что есть. Отвечает на вопрос «есть». Есть бытие. Все. Все просто. Ну и дальше. Мгновение назад объекта не было, теперь он есть. Вот и вся информация о бытии существования объекта в момент его начала. И так далее. В общем, товарищ запутался здесь немножко. И надо сказать, что нужно товарищу лучше разобраться, возможно, почитать первую главу у Гегеля, почему он-то за начало берет чистое бытие. Дальше. Моменты становления. И начинает товарищ. Становление – одна из всеобщих категорий диалектики. А все остальные категории какие? Не всеобщие? Вообще, диалектика – это раздел чего? Философия. 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 Какие законы изучают? Всеобщие. Всеобщие. Значит, любая категория диалектики всеобщая. Ко всему применяется. Хотел написать истинное, скорее всего. Может быть. Но потом он говорит, что становление – это процесс, в ходе которого объект приходит в соответствие своему определению, названию, понятия. Становление – это обретение объектом полноценности. То есть, товарищ тут от истины далеко ушел. Прямо скажем. В общем, такая неоднозначная работа. Я бы рекомендовал товарищу Павлову все-таки почитать Гегеля. Почитать то, как Гегель говорит об этих категориях. Остановлении и прочем. Но за то, что товарищ Павлов пытался мыслить своим умом, видимо, он все-таки не списал. Главное, что он не списал с какого-то плохого, совсем все с какого-то плохого учебника. Ну, зачет можно поставить. Засим перерыв. Но потом мы вдруг узнаем, что движение – это на самом деле изменение. Но это уже будет позже. Ну, как бы мы должны какие-то слова использовать, которые мы еще не знаем. Ну, движение, да. А вот переход определенности в качество – это тоже снятие? Нет. Нет. Снятие – это вообще отдельное понятие? Нет. Снятие – это вот у нас есть категории. Мы движемся от одних категорий к другим. И, так сказать, по ходу, на этой дороге у нас возникают, что называется, бонусы. Вот. И вот эти бонусы – это моменты. Нам как бы не надо было говорить, что мы отдельную категорию моменты вводим. Просто говорить, что вот мы заметили, что есть противоположные движения в одном движении. Ну, заметили и заметили. Ну, так мы назвали. Дальше мы увидели, когда мы поняли, что исчезает становление, вот мы сказали, что исчезновение – это значит отрицание. А отрицание не может быть зряшным таким. И, соответственно, когда мы отрицаем, всегда что-то удерживается. И тут мы говорим, а вот отрицание с этим удержанием мы назовем снятием. То есть, это не значит, что мы двигались от становления к снятию. Нет такого движения от становления к снятию. Хотя снятие – это тоже категория. Диалектическая вполне. Но движение идет от категории становления к категории наличного бытия. И, так сказать, ну, вот в качестве бонуса… Хотя остановление тоже как бы этот процесс. Нет, не какой-то процесс. Процесс – это все, что связано со временем. Не процесс, а движение. Движение, движение, да. Хотя бытие – не движение. бытие не движения нет никакого движения сложно согласен с вами можно в помощь брать себе михаила васильича а можно брать и владимир ильича помощь брать его конспект 29 том философские тетради но у него движение то у него там много разъясняется да много у него становится понятно да мы вряд ли оттуда дойдем сегодня потому что это это очень большое длинное движение то есть мы как и других категорий там вот когда получается одно количество когда возникает мы до этого сегодня дойдем чтобы пройти вот этот путь вообще-то говоря мы есть кружок по диалектике и надо сказать что на этом кружке примерно каждый переход мы обсуждаем по часу ну или обсуждали сейчас я не меня и обсуждаете да или обсуждаем не по одному час да и поэтому вот так вот ухватить все переходы у нас вряд ли получится поэтому я крайне рекомендую эти записи все есть в интернете смотреть эти записи кружка диалектики и там вот мы ну вот на первых кружках которые выложены в интернете движет переход вот от чистого бытия к ничто у нас занял по моему один год так вот по моим воспоминаниям один год до всяких это два до один раз в две недели по часу то есть год мы шли туда так что вы тут хотите чтобы мы дошли чуть-чуть подошлись конечно не мы не мы я-то и не хочу вот товарищ просят нам за бесконечное уйти сегодня да можно сказать что качество и количество это моменты до меры дорогие товарищи продолжаем разбор работ потише пожалуйста продолжаем разбор работ и ответов заочников карипанов егор михайлович город ижевск рассматривает вопрос о снятии и говорит что так отвечает преобразование в котором на личные формы или принципы на личное бытие отрицаются вместе с тем сохраняются скобочках удержания свое значение как подчиненные моменты новой целостности и системы звучит красиво но очевидно что это взято из какого-то тоже словаря вот система какая-то появилась целостность формы форма и сущность и форма и материя это категории 2 2 книги к и учения сущности зачем нам знать чтобы знать что такое снятие разговаривать о формах и принципах но первый вопрос отвечу освещен правильно поэтому зачтено старчак наталья константиновна почему начало чистое бытие пишет наталья константиновна потому что самое первое что мы узнаем о предмете рассмотрения это то что она есть многократно мы это разбирали в прошлые года не мы узнаем вот мы тут не нужны вообще кто бы то ни было даже если мне мы про чистое бычье бытие попытаемся узнать то мы или пара предмет пытается узнать кто-то то все равно он узнает первое что это есть надо как-то от мы этого уходить первое самое потому что самое первое что можно сказать о предмете рассмотрения это то что он есть мы никакого нет но так зачем чуканов тимур александрович город москва да и вот тимур александрович пишет что опять снятие это преобразование в котором на личной формы и так далее принципы устраняются отрицаются сохраняются отрицание в общем виде означает уничтожение пишет тимур александрович как и любая вещь рано или поздно подвергается уничтожению отрицанию не в нем не означает отрицание в общем виде уничтожения отрицание означает в том в том вопросе который мы рассматриваем отрицание с удержанием то есть снятие вот а в общем виде отрицание это просто не на самом деле ничего более развитие не ограничивается одним единственным отрицанием причем тут развитие развитие это очень сложная категория нам нужно понять, что любое нечто является изменяющимся. И только после этого мы можем говорить о развитии как равенстве и неравенстве с собой. В развитии тоже два противоположных момента именно, как в движении, как в изменении. Развитие – это цепочка отрицаний. Ну, здравствуйте. Почему это развитие – это цепочка отрицаний? Развитие – это движение простого к сложному, низшего к высшему. И все. Где здесь цепочка отрицаний? Так. А дальше Тимур Александрович исправляется и говорит, что мера есть качественно определенное количество. За что и получает зачет. Так. Каплин Иван Александрович рассматривает товарищ Каплин момент остановления и пишет «Если есть чистое бытие, то есть и противопоставляемое чистое ничто». Оно ему не противопоставляется в самом начале. Оно вообще рядом положено с ним. Оно ему просто бытие, чистое бытие переходит в чистое ничтое. Оно не противопоставляется чистому бытию. Нету никакого противопоставления. Как, например, в категориях противоположностей и так далее. В противоречии тем более. Нету никакого противопоставления. Есть чистое бытие и чистое ничтое. Когда мы встретили эти две категории, мы увидели, что поскольку и та, и другая не содержат никаких определенностей, то чистое бытие при первом рассмотрении, Егель об этом пишет, то же самое, что чистое ничто. Он говорит, что в абсолютном свете также ничего не видно, как и в абсолютной тьме. И пока вы не светлое очернили, а черное обелили, у вас одно и то же. Поэтому, чтобы различить их, нужно будет какие-то определенности для них найти. И вот уже в наличном бытии они различены, конечно, потому что появилось отрицание, мы определенность нашли. Так, зачтено. Полищук, Владимир Викторович, город Шелихов. Бытие существует только как переходящее в ничто, а ничто только как переходящее в бытие. Опять же, слово существует мне здесь не нравится. Существование – это сложная категория. Для существования нужно основание и условия. О том, ни о другом мы ничего не знаем пока. Поэтому, можно говорить так, бытие есть только как переходящее в ничто. А ничто есть только как переходящее в бытие. Категория существования совершенно не нужна. Вот так зачтено. Черков, Владимир, Владимиров, ВИЧ, видимо. ВИЧ пропущен у меня. Город Санкт-Петербург. Почему начало чистое бытие? Чистое бытие – это самая первая категория в диалектике. Так про это и вопрос. Почему она самая первая категория в диалектике? Про чистое бытие нечего сказать, кроме того, что оно есть. И это верно. Но почему она самая первая категория? Вы на этот вопрос не отвечаете. Качество, товарищ осматривает и пишет, качество берется как безразличное бытие. Что значит безразличное? К чему? Оно берется изолировано просто сначала. Вот определенность берется изолировано. И тогда оно называется качество. Потому что оно как бы в нашем умственном взоре оторвалось от наличного бытия. Но на самом деле Гейгель говорит, что оно сейчас оторвалось. Но на самом деле она никогда отделена от наличного бытия. Эта категория не будет. Качество и определенность будет всегда браться только с наличным бытием. Ну, защитим он. Киселев Денис Викторович. Город Москва. Защитено. Короткий ответ. Защитено. Истинное бесконечное. Такое бесконечное, которое включает в себя конечное. Правильно. Только не просто включает в себя конечное, а включает как свой момент. Демин Александр Дмитриевич. Город Москва. Почему начало чистое бытие? Потому что чистое бытие – это самая первая категория, до которой ничего нет. Ну, это как-то софистика какая-то. Не по этому начало чистое бытие. Мы могли взять Бога, и до этой категории бы тоже ничего не было. Но это не значит, что его надо было взять в самом начале. Становление содержит бытие и ничто, как два единства. Это неправильно. Никаких двух единств в становлении нет. В становлении есть движение. Исчезновение бытия – ничто, и ничто – бытие. Становление – равновесие, возникновение и прихождение. Где вы взяли равновесие? О каком равновесии идет речь? Речь идет о беспокойном единстве. О возникновении и прихождении. В становлении есть неустойчивое беспокойство. Непонятно слово «неустойчивое». Не уверен, что Гигель его использует, хотя может быть. Но в каком смысле оно неустойчивое? В том, что оно разрешается в наличное бытие. Ну, так наличное бытие потом тоже разрешается в какую-то категорию. И вы имеете в виду в том смысле, что истинно становление есть наличное бытие. В этом смысле неустойчивость. Тогда любая категория неустойчива. Потому что в движении мы перейдем в другую категорию, которая является истинной предыдущей. Неустойчивое беспокойство, которое оседает, переходя в спокойный результат. Что значит «оседает»? Ил оседает на дне. Неустойчивое беспокойство не оседает. Да, вот как-то товарищ тут использует такие слова из бытового языка. Но они здесь совершенно не нужны. Определенность как результат единения бытия и ничто в наличное бытие. Ну, совершенно неверно. Никакой результат единения бытия и ничто. Единение бытия и ничто в наличном бытие определенности не является. Так, но что-то здесь все-таки заставило меня поставить зачет товарища. Варганов Сергей Юрьевич, Хмауа Югра, город Мегион. Зачтено. Светлана Герасимова, Москва. Да, вот это хороший ответ. Зачтено. И Светлана спрашивает, тут в конце в самом. Почему в себе бытие и бытие для иного не снимают друг друга? Ведь они противоположности. Или они снимаются во в нем бытии. Или в определении. Можно ли сказать, что в нем бытие – это и есть определение? Спасибо. Нельзя так говорить. И любые противоположности не снимают друг друга. Мы видим в становлении два противоположных момента – возникновение и прихождение. Они друг друга не снимают. Также, когда мы будем рассматривать изменяющееся нечто, мы увидим тоже в нем два момента. Момент равенства с собой или в себе бытие. И момент неравенства с собой. Это бытие для иного. И эти два момента в любом нечто вы сможете рассмотреть. И они друг друга не снимают. И в определении они друг друга не снимают. Наоборот, в определении они раскрываются даже. Еще дальнейшее определение этих моментов происходит. Потому что определение, если вы вспомните, это качество, которое в себе в простом нечто, и существо находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытие. То есть, качество есть в себе, то есть, момент в себе бытия, который относится к качеству, и сущностное единство с моментом этого нечто, в нем бытие, которое отрицает бытие для иного. То есть, в определении тоже это различие, эти противоположности не снимаются. И вообще, о противоположностях здесь рано говорить. Так что вы тут немножко торопитесь. Но мы, может быть, дойдем до этого момента, еще поподробнее порассуждаем. Богданов Федор Николаевич, город Мытищи, Московской области. Чистое бытие, пишет Федор Николаевич, должно быть без всякого дальнейшего определения. Что значит должно быть? Оно просто есть без всякого дальнейшего определения. У него нет никаких определений. Определение есть уже качество. С какой стати определение есть уже качество? Определенность, изолированная так для себя, как сущая определенность, есть качество. Непонятно, товарищ как-то пишет. Определенность взята, изолированная, есть качество. Ну, а другие вопросы вроде бы верны. Зачтено. борисов дмитрий павлович тульская область город ефремов становление есть единство бытия и не бытия вот это здорово не бытие это более поздняя категория это не что в наличном бытие и в становлении единство бытия и ничто вот так правильно все остальные вопросы верно надеюсь чтобы товарищ просто описался защита на вестин егор евгеньевич город санкт-петербург начало должно быть абсолютным или абстрактным началом в каком смысле абсолютность понимается абстрактная понятно не конкретная может быть она не содержащая противоречия то есть противоречия содержит тут тоже легко доказать если противоречия содержится в начале самом начале то тогда одна из сторон противоречия может взяться как начало и тогда мы как бы более простую более простое что-то можем найти поэтому в этом смысле начало обязательно должен быть абстрактным не противоречивым вот тут верно абсолютно непонятно может а его евгений здесь возможно я с книжки возможно вот давайте до него евгений еще сказал что возможно с книжки но может быть это и верно но я не понимаю в каком смысле здесь абсолют имеется ввиду так зачтено остальное все хорошо мы выступали хорошо так рухляда анастасия александровна город не скажу какой так моменты становления в становлении происходит борьба двух противоположностей бытия и ничто вот это здорово анастасия александровна явно знаю как то слышала о том что такое противоречие что это единство и борьба двух противоположностей точнее не надо говорить двух даже единство и борьба противоположностей а здесь решила применить это знание к становлению но так сказать попало пальцем в небо анастасия александровна неправильно говорить что становление происходит борьба двух противоположностей никакой борьбы там не происходит борьба она возникает противоречие только в том смысле вот под борьбой понимается у гегеля что понимается, в том, что противоречие – это исключающая рефлексия. Это значит, что исключающая в том смысле, что одна сторона исключает другую. То есть исключает прямо, если одна, то не другая. И в этом смысле борьба. Но потом оказывается, что она не только исключает, но ее и предполагает, как обычно это бывает. Поэтому единство и борьба противоположности. Вот в этом смысле единство и борьба возникает. Но это все в учении о сущности будет. В становлении просто происходит движение бытиям ничто и ничто в бытие. Вот и все. Так, остальное застену. Брюханов Виталий Николаевич, город Челябинск, пишет, почему начало чистое бытие. С мягким знаком. И везде Виталий Николаевич пишет не бытие, а бытие. Я надеюсь, что это опечатка у Виталия Николаевича. И он себя подправит, но чистое и просто бытие. А не бытие. Это может быть ворд вам так, или какая-то другая программа. Считаю, что бытия нету. Буржуазная программа, считаю, что надо бытие отменить уже. Только ничто оставить. Слобожанюк Сергей Иванович, член Рабочей партии России. Становление принимает форму двух противоположных друг другу моментов, направлений. Первое замечание у меня к товарищу Сергею Ивановичу, что форму никакого не принимает. Опять, форма – это сложная категория. Действительно, моменты противоположные друг другу, но направлений нету здесь никаких. Нету… То есть направление подразумевается с механической точки зрения обычно. То есть это в пространстве направление у нас есть. Или вы что-то понимаете здесь другое. Тут тогда новое слово «направление» здесь сбивает с толку. Граница, предел – это граница, которую переступают. Скучка. Гигель. За стену. Макарин Евгений Юрьевич, город Санкт-Петербург. Да, товарищ отвечает на вопрос о чистом бытии. Почему оно начало? И следующие аргументы приводят к этому. К тому, что оно начало. О чистом бытие знаем только то, что оно есть. Ну, знаем, хорошо. Аж почему начало? Оно не затронуто ни одним переходом в другие категории. Ну, не затронуто. И что? Любая первая категория была бы не затронута в этом смысле другими переходами. Из чистого бытия выводятся все остальные категории. Опять же, мы бы из любой первой категории выводили все остальные категории. Поэтому оправданием того, что чистое бытие является началом, здесь вы не указали. Но про снятие рассказали правильно. Зачтено. Гусев Георгий Сергеевич. Зачтено. Бектемиров Рудольф Ефимович. Город Санкт-Петербург. Чистое бытие переходит в чистое ничто. Чистое ничто переходит в бытие. Бытие переходит в ничто. А ничто переходит в наличное бытие. Вот так вот у товарища все просто. То есть он сразу же пропустил все становление, ничего нет. А просто ничто переходит в наличное бытие. Описались вы тут, наверное. Рудольф Ефимович здесь? Да. Где? Ну, я не спорил бы наличное бытие. В этом ничего страшного нет. И то, что вы знаете, что чистое бытие переходит в чистое ничто, вы уже знаете больше, чем подавляющее число философов на планете Земля. Вот. Но в этом... Так что в этом смысле вы продвинулись вперед. Но здесь нужно вот аккуратно. Ничто не переходит в наличное бытие. Да? Дальнейшее движение, оно немножко более сложное. Так. Зачтено. Письменный Алексей, город Рига, Латвия. Зачтено. Латышев Андрей Андреевич, город Ржев, Тверской области. Снятие понятия философии Гегеля, означающие момент развития, в котором соединены как отрицания, так и сохранения утверждения. Ну, вот словарь. Списано со словарем. Изменение, переход из одного качественного состояния в другое, из одного определенного бытия, качественно другое бытие. Да. В смысле нет. Это неправильно, конечно. Но обсудить это нужно. Вот в каком смысле. Сейчас опять мы возвращаемся к адептам и поклонникам формальной логики. Не сказать, чтобы я к формальной логике как-то предвзято отношусь, товарищи. Здесь надо понимать аккуратно, что формальная логика – это мощнейший инструмент для строго определенных задач. Я как математик это прекрасно понимаю и подтверждаю. Но вот спросите любого гражданина, который, так сказать, про токонноформальной логики, что такое изменение. Спросите его. Вот это простой, так сказать, тест. Где вроде, ну все знают, что такое, всеми все течет, все меняется, все изменяется. Вот здесь изменение, изменилось то-то, изменилось это. А что такое изменение? И это сажает в лужу подавляющее большинство товарищей, которые к науке и логике гегелевской диалектики имеют такое далекое отношение. И вот наш товарищ Латышев Андрей Андреевич тоже не дошел до этой категории. Но я уверен, что он науку и логике читает. И он, так сказать, дойдет до того, что изменение – это равенство с собой и одновременно неравенство с собой. Вот и все. И ничего другого под изменением не понимается. И это настолько просто и коротко, что дальше, ну опять же, это противоречие. То есть это одновременно равенство с собой и неравенство с собой. Формальная логика просто нарушена. И это не просто изменение как таковое, а когда мы будем рассматривать нечто, оно возникает, будет возникать, представлен перед нашим умственным взором, как изменяющееся нечто. То есть любое нечто окажется изменяющимся. И в этом смысле категория изменения возникает. Она не возникает просто как равенство с собой и неравенство с собой. То есть нечто будет равно себе и не равно себе. Именно нечто будет равно себе и не равно себе. А не так, что какое-то абстрактное равенство с собой и неравенство с собой. Это тоже такой тонкий момент. Но когда мы увидим, что нечто и равно самому себе и не равно самому себе, мы увидим, что любое нечто является изменяющимся нечто, и отсюда появляется категория изменения. Вот так зачтено. грибков владимир иванович слушатель первого отделения город кемерово зачтено евгений александрович порошин рпр спб начало всего означает что кроме него ничего нет но она есть как-то ничего и не кроме него ничего нет но она есть как-то да тут не совсем аккуратно то есть можно вы и вывернуться из этого но не совсем аккуратно так зачтено котов андрей валентинович город псков зачем таиров александр сергеевич мангах монакхан республика ирландия зачтено клюк ольга сергеевна город крым село владиславовка про снятие ольга сергеевна и словаря списала снятие термин введенный гегелем и так далее да про изменение тоже изменение бытия суть вообще не переход одной величины в другую никакая одна величина в другую не приходит но переход от количественно в качественно и наоборот становление другим прерыв постепенности это вы как-то про узловую линию отношения меры уже начали рассказывать и про скачок прерыв постепенности в общем здесь неверное изменение это равенство с собой и неравенство с собой все . зачтено артемьев алексей анатольевич город санкт-петербург зачтено сарайкин сергей сергеевич из рпр наш товарищ пытался пытался этот найти у него хоть что-нибудь но нашел только одно то есть мы наблюдаем постоянное исчезновение переход одного в другом другу переход одного в другой я не нашел его ставишь сарайкин больше ничего что-то должен рассказать все-таки зачем высоцкий алексей олегович город москва зачтено горшков константин павлович литва каунас качество есть определенность изолированная сама по себе вот все-таки она сама по себе это не изолирует себя то есть такое ощущение что она изолируется вот определенность какое-то у нее есть такое такое в ней стремление к изоляции и по когда она изолируется сама по себе и мы получаем качество все-таки мы берем определенность рассматриваем ее изолировано и вот когда мы рассматриваем изолировано мы отмечаем что это уже какая-то другая категория, и она есть качество. Так было бы более правильно. Зачтено. Побережная Оксана Николаевна, Тадморган, Великобритания. Да, вот Оксана Николаевна, как говорит, начало чистое бытие. Потому что чистое бытие – пустая, бессодержательная категория. То есть никакого содержания в чистом бытие нет. Ваша речь бессодержательна. Что я сказал? Я сказал, что вообще ничего, просто ничего там нет. Все-таки чистое бытие – она не бессодержательная категория. Слово «бессодержательное» – это в этой категории большое содержание скрытое. Так нельзя говорить «бессодержательное». Она без определенностей, без всяких определенностей. Просто есть и ничего более. Вот так надо говорить. Но она не пустая в этом смысле. Пустая в каком-то отрицательном совсем смысле. Вот слово пустая. Гигель по поводу чистого бытия это слово использует, но как-то в другом. Я сейчас точно не помню. Не помню, как-то слово пустое он использует, но не в том смысле, что пустая, как бы такое пренебрежительное отношение. Да, вот нечего созерцать. В этом пустота. Он говорит, да, пустота. Он говорит про пустоту. Но он не говорит, что это пустая категория все-таки. Да, невозможно ничего различить. Невозможно ничего созерцать. Зачтено. Адамов Алексей Викторович. Ростовская область. Семикаракорский район. Станица Задонно-Когольницкая. 9.00 Москва, пишут товарищи. Отмечаю, в какое время он писал. Или у меня так скопировалось, не знаю. Зачтено. Башмаков Александр Владимирович. Город Москва. Зачтено. Вишняков Василий Александрович. Город Москва. Да, категорию снятия надо понимать точно и отличать от отрицания. А вот с моей точки зрения, ее не надо отличать от отрицания. Потому что нет никакого другого отрицания, кроме снятия. Отрицание – это и есть снятие. Просто мы, так сказать, логически приходим к тому, что нету зряшного отрицания. Но не надо говорить, что категорию снятия надо понимать точно и отличать от отрицания. Нет никакого другого отрицания в философии, кроме снятия. И когда можно просто говорить, когда вы об этом сказали, можно просто говорить от отрицания. Просто говорить от отрицания, но вот в этом смысле, что вы помните о том, что есть там удержание. Да, так зачтено. Выданное за положительное, пишет товарищ. Ну вот, отрицательное, выданное за положительное. Вот наши господа капиталисты очень любят всякими пожертвованиями заниматься. Жертву, церкви строят. Но это положительное в некотором смысле. Но откуда у них это все богатство, они накопили это на присвоение чужого неоплаченного труда. То есть отрицательное – это выданное за положительное. Ну и о каком здесь качестве идет речь? То есть не является качество, нельзя так определить, как отрицательное, выданное за положительное. Вот пример я привел. Качество – это определенно взято, изолированное. Вот. Зачтено так в целом. Зибров Олег Семенович, город Екатеринбург. Да, на вопрос, почему начало чистое бытие, товарищ. Да, он говорит опять, потому что это бытие без всякой дальнейшей определенности. Ну и что? Этого не достать. Так. Шиян Виктор Сергеевич, инженер, город Омск. Почему начало чистое бытие? Это связано с тем, что чистое бытие – самая простая категория в науке логики. А если бы не было в науке логики, если бы где-то какая-то другая книга у нас была, что мы… Это только в науке логики она самая простая категория? Или вообще она самая простая категория? Она не имеет всякой дальнейшей определенности. Это верно. Но здесь ссылаться именно на конкретную книгу, ну вот в науке логики так получилось, что диалектика изложена. Да. И там она самая простая категория. Ну и что? Но она не из-за этого становится первым началом, потому что она в науке логики там начало. Не поэтому. И Гегель это объясняет. Долго на этом стоит он. Топчется и пытается разъяснить это. Так как становление – это движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытие, эти движения и являются моментами. Они неразрывно связаны с становлением. Момент – не часть и быть отделен от объекта не может. Вот здесь, товарищ Путай, значит, когда мы говорим о моментах, мы говорим о противоположных движениях в одном движении. Так от чего один момент не может быть отделен? От другого момента, в первую очередь. От другого момента. То есть два момента, два движения неразрывных в одном движении. Вот указание на одно движение указывает на то, что они неразрывны. И поэтому сказать, что моменты, они неразрывны, вот эти движения связаны со становлением, я бы так не стал говорить. Становление – это просто название этой категории. Они неразрывно связаны друг с другом. То есть нет возникновения без прихождения. И нет прихождения без возникновения. В этом смысле они моменты. Так зачтено. Желябин Виталий Николаевич, город Менинград. Пишет. Момент бытия двоеточия. Бытие – тезис, ничто антитезис. Становление – их синтез. Это какая-то механика такая. Тезис, антитезис, синтезис. Непонятно. В становлении бытия ничто сняты. Упразднены и сохранены. Не сняты. Мы там их нашли. Не сняты в становлении бытия ничто. Прямо они есть. Мы их там нашли. Никакого снятия бытия ничто в становлении нет. Это неправильно. Остальные вопросы изложены верно. Зачтено. Пшеничников Дмитрий Владимирович, город Красноярск. У чистого бытия есть одно свойство. Оно есть. Долго и свойство тут пристегнуто. Зачем-то чистое бытие есть. Все. Одного утверждения достаточно. Переход чистого бытия в чистое ничто. А чистого ничто в чистое бытие есть в становлении. Нет. Этот переход не есть в становлении. То, что такое становление, мы все не разобрали. Ну, так зачтено. Гуркин Олег Геннадьевич. Да, вот пишет товарищ Гуркин. И здесь, наверное, стоит на этом остановиться. Движение. Он отмечает, что логика Гегеля строится от простого к сложному. Каждая следующая категория содержит предыдущую в снятом виде. И это абсолютно правильно. Здесь это абсолютно верно. Переход осуществляется на основе внутренних противоречий путем их разрешения в следующей категории. Но не так механистически, но да, любое движение, основанием любого движения есть противоречия. И здесь можно так аккуратно говорить. Но дальше пишет. Логика подчиняется тем же законам, что вся действительность, где двигателем всего развития являются внутренние противоречия. И у товарища получается так. Есть действительность, то есть под действительностью понимает материю. Есть законы этой действительности. Ну, законы, которые в материальном мире. А есть логика. И как бы те же самые законы действуют в логике. И так вот параллельно они идут. Материя, действительность, логика. И те же просто законы действуют. Это там и там. Это не совсем правильно. И это не материалистический подход. Много раз мы говорили здесь и, по-моему, на прошлом занятии, что диалектику и эти категории мы воспринимаем как отражение материи. То есть то движение, которое мы видим в науке логики, в диалектике, которое мы просматриваем, это отражение движения в материальном мире. Ничего иного. Нету просто диалектики как таковой самой по себе в отрыве от материального мира. Правильно тут нам товарищ рассказывал, как это произошло, это отражение. Что это отражение через общественное производство отразилось в языке и потом в языке мы смогли выразить это движение. И как бы мы можем такое ощущение откинуть общественное производство. То есть бытие общественное откинуть и вроде бы только рассматривать только категории. Как будто бы они в самодвижении там какое-то наблюдается. Да, оно наблюдается там только благодаря тому, что оно отражает естественное объективное самодвижение материи. Только поэтому. И в этом заключается материалистическое толкование науки логики Гегеля и ни в чем другом. И поэтому здесь надо это очень четко подчеркивать и не говорить, что логика подчиняется тем же законам. Она отражает те же самые законы. Это те же самые законы. Просто отражение мы их видим в логике. В логике они отражаются. Те законы материи, которые есть в материальном мире. Ну вот это единственное, к чему я у Олега Геннадьевича отмечаю такую неточность. Но все остальное у него правильно. Черепанов Сергей Георгиевич. Начать нужно с простого, идти к сложному. Гегель взял в качестве начала самую простую категорию. То есть товарищ Черепанов объясняет, что начало чистое бытие это потому, что ее Гегель взял. Гегель взял. Нам так получается повезло, что Гегель взял правильную категорию. А так бы если бы Гегель взял какую-то другую категорию, то тут бы у нас были бы проблемы. Становление есть первая диалектическая категория. Здесь я не совсем согласен. Чистое бытие на самом деле тоже диалектическая категория. Категория диалектики в этом смысле. Но диалектическая в каком смысле можно говорить становление первой диалектической категории? В каком смысле можно говорить? В том, что есть противоречие. Да, и какая она тогда? Она истинная, да. Потому что мы говорили, что истина всегда конкретна. То есть содержит в себе противоречия. И поэтому именно становление есть первая истинная категория. А все остальные категории до этого, они не истинные. Вот. Но так зачтено. Леич Юлия Александровна. Город Каменск-Уральский. Свердловской, простите, области. Два противоположных движения в становлении в одном движении называются моментами становления. Да, но если мы говорим просто о моментах, это два противоположных движения в одном движении. Мы моменты не только становления потом будем находить. Мы и ничто положим как два момента, и это уже будет не становление. Мы положим ничто, у нас будет ничто, и моментами этого ничто будут являться два других нечто. Определение и характер. И тоже будут моментами. И здесь уже нельзя говорить про становление. То есть, когда мы говорим про моменты, мы не обязательно имеем в виду становление как таковое. Просто вот эта категория моменты, она родилась, когда мы рассматривали становление, и не более того. Так, зачтено. Дзюба Сергей Михайлович. Зачтено. Викоренко Анастасия Александровна. Город Долгопрудный. Зачтено. Ищанов Дамир Галимжанович. Австралия. Штат Виктория. Город Мельбурн. Член РПР. Видите, РПР уже в Австралии. Вопросы о границе Дамир Галимжанович раскрывает и пишет. Как и все в диалектике, мы берем две противоположности, два нечто. Нет, не все в диалектике, мы берем две противоположности. В чистом быте никаких противоположностей нет. Так что тут надо аккуратнее. Аккуратнее. А так, зачтено. Да, было бы неплохо. Так, Ланска Елена Владимировна. Город Москва. Хорошая работа. Зачтено. Монахов Владимир Андреевич. Город Краснодар. Нахождение, начало философии представляет собой какие-то трудности. Для кого, товарищ монахов, трудности-то представляет? Для вас? Для нас? Для Гегеля? То есть, непонятно. Трудно было. Трудно было, да. Ну и вообще, товарищ пишет с большим количеством орфографических ошибок. Я все-таки бы рекомендовал другим товарищам проверять то, что вы высылаете. Ну или хотя бы заставить программу Word проверить это для вас. Для того, чтобы правильнее определить начало, не надо делать ничего другого. Воспринять то, что есть. Запутанно. Темна вода. Мутна вода, как пишет Владимир Ильич. А на лицо есть то, что тесть. Есть, значит бытие. Точка. Бытие. В общем, и тесть, и есть, и то, что есть. То есть, товарищи, надо все-таки проверять то, что вы пишете. Ну, бывает. Бывает, да. В снятии есть отрицание с содержанием тоже у товарища. С каким содержанием? С внутри. С чего содержание? Я помню, что вот в прошлые годы была такая ошибка популярная, что отрицание с содержанием. Или отрицание с содержанием, писали товарищи. Но я это на то списывал, что, может быть, Михаил Васильевич как-то так плохо слышно, да, или что-то на слух восприняли. А тут, я думаю, может быть, это так программа, это Word, она не понимает, что с удержанием, что можно удерживать при отрицании. Да нет. В общем, товарищи, следите за этим. Отрицание с удержанием. Мы отрицаем и одновременно удерживаем содержание. Действительно, удерживаем содержание. Зачтено. Ланская Елена Владимировна. Было. Зачтено. Наталья Каманина. Москва. Зачтено. Карасев Дмитрий Борисович. Тамбовская область. Город Мичуринск. Расслушал. Тоже отрицание с содержанием. Называется снятие? Ну, вот с содержанием не очень. С удержанием содержания. Зачтено. Диоретика. Содержанка. Так. Лисицына Светлана Владимировна. Да. Вот у Светланы Владимировны Московская область, Истринский район, село Рождествено. К сожалению, Светлана Владимировна, видимо, списывала с какой-то книги. И здесь у нее, ну, прямо вот никуда не попало. Значит, пишет Гегель вторым после Аристотеля в трактате «Наука логики» дал определение категорий качества, которые могут применяться не только в философии, но и в управлении качеством. Ну, здорово. Для этого первоначально Гегелям было дано определение качества, согласно которому качество характеризуется как внутренняя характеристика, идентичная с бытием. По Гегелю качество – это свойство, которое дает характеристику объекта по отдельным элементам или целиком. Вот я вас уверяю, если вы… про качество не могу сказать, но вот это вот очень типично. Если вы кого-нибудь спросите, незнакомого с диалектикой, но который вот твердо заучил, зазубрил что-то из формальной логики, спросите. Был у меня однажды такой спор с товарищем. Мы спорили по поводу… ну, не спорили, а обсуждали категорию определения. Я ему настаивал на том, что определение – это качество, которое есть в себе, в простом нечто, и существенно находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытием. А у него определение – это было мешок характеристик, туда набросали этих характеристик и свойств, взболтали вот так вот, и как бы вот этот мешок – это и есть определение. Вот так у него выходило из того, что он рассказывал. И то, что определение у него было, ну, так на полстраницы описывал товарищ. Не пришли мы к, надо сказать, к ним, к… ну, по крайней мере, я его, видимо, не убедил. Это все происходило на странице, там, видимо, его журнала, «Ладжурнал». Подождите, сейчас я договорю. И мы как бы разошлись, а в итоге там товарищ говорил, что он марксист, что он вот изучил Маркса, он твердо стоит на марксистских позициях. И потом он заявил, что рабочий продает свой труд. Вот это было буквально там на следующем посте, он именно это заявил. То есть, как бы граждане, которые диалектику не изучают, они вот могут вот такие вот перлы выдавать прямо рядом. Рабочий, оказывается, продает свой труд у него. И дальше он что-то выводил из этого. Ну, да, откуда у него, откуда берут, если рабочий продает свой труд, то как вывести прибавочную стоимость? То есть, это краеугольные камни марксизма, вообще непонятно. Ну, вот, тем не менее, к диалектике, опять же, эти товарищи относятся, ну, прямо с пренебрежением и с презрением, надо сказать. Вы что-то хотели спросить? А из всего мешка вот этих вот признаков там нужно все песни? Да, надо взять все существенные, 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 существенные признаки надо брать. Вот так как-то. А что такое? Не уточнил. Давайте пойдем дальше. Светлана Владимировна пишет. Гегель определяет качество через его признаки. Ну, вот тоже признаки, то есть, способность объектов взаимодействовать с другими объектами, особенным образом, качество по Гегелю определяется через его признаки, то есть, признаки появляются в отношении между объектами, явлениями, все в одну кучу. И вот, явно списано с какого-то, скорее всего, учебника по философии, который сейчас преподают, я не исключаю, на философских факультетах, вот это вот, вот именно это сейчас преподают на философских факультетах. И никакой системы, никакого движения здесь нету, ну, набор слов просто. То есть, все вперемешку, все вперемешку, и, ну, на самом деле, здесь это является ведь ничем иным, как отражением классовой борьбы, товарищи дорогие. Если вы думаете, что это просто так случилось, что философию преподают вот в такой каше, когда я, надо сказать, тоже на Матмейхе слушал курс философии, для меня была философия, ну, это просто какой-то вот, ну, какой-то просто аллогин. Логичный, вот, все вперемешку, нет никакой системы, что-то схватили отсюда, схватили отсюда, есть Платон, мир идей, есть этот, вот, перечислили этих, там, Аристотель, просто перечисление какое-то, потом скачки нелогичные, туда-сюда, обратно. Ну, поэтому философию, как науку после института я вообще не воспринимал, ну, мне было непонятно, ну, от нее так преподавали, естественно, если ее так преподают, студенты ее воспринимают, ну, как бы, странным образом. Системы нет, да, нет, история философии сейчас преподается в, для аспирантов, да, для аспирантов там вообще еще все, но там я уже начал изучать науку логики, и там мне поставили там три балла за, когда я сдавал эти кандидатские экзамены, по-моему, три балла мне поставили как раз за то, что я начал спорить просто по миру идей Платона, и начал рассказывать, что вообще-то надо Гегеля читать, потому что к тому моменту я его уже начал читать. Вот, но я хочу сказать, что вот то, что Светлана Владимировна тут излагает, это типичная такая каша, которая к философии не имеет никакого отношения, как к науке, к сожалению. И поэтому, и дальше, про количество то же самое, надо сказать, что я бы рекомендовал очень-очень настоятельно. Да, вот она пишет, опять же, Гегель говорил не только о переходе количества в качество, но и об обратном процессе. Интересно, где Гегель говорил о переходе количества в качество? Кто-нибудь может сказать мне, что у Гегеля количество в качество переходит? У Гегеля вообще-то качество более ранняя категория, чем количество. То есть так, если вот, да, вот слышали о переходе количества в качество и обратно. Но это вообще просто антидиалектические постановки вопроса. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал Светлане Владимировне читать науку логики Гегеля, а не плохие учебники. То есть вполне является правильным то, что Светлана Владимировна обучается и пытается нащупать, понимая, что это необходимо. Но читайте Гегеля, не читайте плохие учебники. За стремление защитину. Витиевский Станислав Сергеевич, Рабочая партия России. Да, отрицательное, выданное за положительное, называется качество у Станислава Сергеевича. Мы это разбирали неправильно. Ввиду этой простоты, нечего более сказать о качестве как таковом. Ничего себе. Почему это о качестве? Что мы можем сказать о качестве, товарищи? Вот кто скажет, что мы можем сказать о качестве? Оно есть. Ну да, хорошо, есть, да. А что-нибудь еще можем сказать? Оно определенное. Нет, качество не определенное. Просто вот качество. Вот если бы я про любую категорию беру, науки и логики, говорю, что мы можем сказать про эту категорию, кроме того, что она есть? Как ее надо, рассказ про эту категорию, с чего начинать? С чистого бытия. Все предыдущие категории, которые мы рассматривали до качества, они, и есть разговор про качество в том числе. Поэтому как-то про качество нельзя сказать, нечего сказать как о таковом. Вот что, мы тут про качество столько договорили, пока к нему пришли. Это мы про что говорили? Про что-то другое? Или все же категории одна в другую, одна в другой снимается. И поэтому, когда мы говорим про качество, все предшествующие качеству категории, это тоже про качество. Поэтому здесь нужно быть аккуратным в таких высказываниях. Но остальное защитено. Так, на этом, те работы, которые я проверил, я исчерпал. Значит, у меня еще есть порядка 100-150 работ, я думаю. И эти работы мы обязательно проверим. Если будут какие-то критические замечания, мы эти критические замечания товарищам нашим изложим. Но я думаю, здесь надо два момента обозначить. Первый момент. Большинство ошибок и неточностей, давайте мы будем говорить, что это не совсем ошибки, неточностей, которые встречаются при ответах на эти вопросы, мы их разобрали. Они так или иначе всплыли у нас в нашем рассмотрении. Поэтому все те замечания, которые я рассказал до этого, они могут быть и применены и к другим работам. Это первое. Второе. Я бы хотел сказать по содержанию ответов. Товарищи дорогие, я понимаю, что вам хочется, так сказать, излить посильно все, что вы знаете на листе бумаги. Но у нас сейчас приходит больше 200 работ на каждое занятие. Представляете, если тут некоторые товарищи изливают мысль на 5 страниц. Значит, если бы каждый изливал на 5 страниц, это было бы 1000 страниц. Мне и другим преподавателям нужно перед занятием прочитать 1000 страниц. Не только прочитать, еще что-то пометить и еще тут вроде как разобрать. Поэтому мое предложение товарищам сократить свой ответ до одной, ну максимум двух страниц. Ну две страницы это что-то вы... Это не предложение, это требование. Требование. Но почему-то товарищи не следуют этому требованию. Это первое. Второе. Вам дают много вопросов для ответа. Но ответьте вы не на все. Не пытайтесь ответить на все вопросы. То есть хорошо, что вы знаете ответ на все вопросы. Это мы же пытаемся вас заставить думать самостоятельно. Вы можете перед собой рассказать эти ответы на эти вопросы и так далее. Но ответьте на три вопроса. И дайте преподавателю возможность проверить вашу работу полноценно. Потому что если работа на 5 страниц, я понятное дело начинаю читать и в конце я уже пролистываю. Кстати говоря, может быть кто-то там задавал какие-то вопросы в конце. И я это мог пропустить. А если бы у вас было на одну страничку и там вопрос с жирным шрифтом, то я бы эти вопросы ни в коем случае бы не пропустил. Так. Ну что. Мы по времени уже все, наверное, да? К сожалению, да. Мы не прошли, не поняли как двигаться от нечто. Не поняли как показать, что любое нечто является изменяющимся. И хотел я дойти до определения сегодня. Но давайте мы поставим следующим образом. У нас, когда мы будем рассматривать учение понятия, там надо будет пояснить, чем понятие отличается от определения. Потому что это тоже путают многие товарищи. Вроде бы одно и то же, говорят, понятия, определения, категория. Вроде бы обозначают одно и то же. На самом деле есть различия. И когда мы будем говорить об этом различии, мы попытаемся вот это движение от нечто к определению, как это движение пройти, быстренько сделать. Это рассмотреть, рассмотреть это движение. Но, как я говорил в перерыве, я всем товарищам настоятельно рекомендую. Первое. Читать науку логики Гегеля. Второе. Смотреть кружок диалектики. Не только который идет сейчас, но и все записи предыдущих годов. Третье. Смотреть Красный университет за предыдущие годы. Там тоже мы разбираем многие вопросы. Четвертое. Смотреть записи, лекции университета рабочих корреспондентов. Там тоже вопросы по диалектике разбираются. И разбираются на таком достаточно подробном уровне. Это может быть помочь. Это может вам помочь. И последнее. Так сказать, брать, как говорится, помощь зала. Брать помощь умных людей, которые диалектику не просто изучали, но и применяли вовсю. Обращаться к Владимиру Ильичу. Читать 29-й том полного собрания сочинений. Философские тетради. Конспект науки, логики Гегеля. И тогда вы через этот материал сможете продвигаться быстрее. И потом, самое главное, что потом, после того, как вы с этими категориями, так сказать, уже не на вы, а они вам близки, чтение «Капитала», уверяю вас, приобретает совершенно другую форму. Вот я по себе знаю. Я первый раз «Капитал» читал. Я ничего про науку и логики Гегеля не знал вообще. И тоже мне казалось, что товарищ Маркс чего-то это как-то очень мудрит. А когда я изучил науку Гегеля, второй раз перечитывал я «Капитал», особенно первый том, следовал за Владимиром Ильичом, и третий раз, когда я перечитывал «Капитал», прямо там видно, что вот это движение, оно отражается, как это движение у Маркса отражается вот на конкретном материале критики политической экономии. Так что призываю всех изучать науку и логики Гегеля. Это не последнее наше занятие. У нас еще в следующем семестре будет два занятия по науке и логике Гегеля. Я надеюсь, что вы многое из них учерпнете. Спасибо. Спасибо. Тут стульчики, стульчики. Можно вопрос задать? Да, давайте. Так сказать, житейский насудистый. Житейский насудистый. У меня есть друг, он заинтересовался, что я такое, как изучаю. Так. Вот у меня объяснили, что такое бытие. Так. И я решил пойти, так сказать, хитрым путем и начать с конца. Ну вот, например, допустим, взять какие-нибудь предметы, яблоко, оно там зеленое, да? Чуть-чуть абстрагируем, просто яблоко, да? Убрали там какие-то его качества, да? Вот. А потом, если мы еще семерки, то есть мы приходим, там, не знаю, к растениям, какого-то. То есть, если мы будем дальше-дальше абстрагировать, мы придем к конецимости. А можно так объяснить? Можно так говорить, что это от любой, мы отталкиваемся от любой определенности, да? От любой определенности, какую бы вы в определенности взяли, но надо знать, что такое определенность для этого, да? Что это отрицание, то есть мы от любого отрицания отрицаем, вот, это достаточно сложно. И поэтому, получается, да, действительно, мы отрицаем все определенности и получаем чистое бытие от этого. Вот, но для того, чтобы, но и при этом, опять, какой фокус происходит, когда мы отрицаем, что я должен хотя бы назвать, что я отрицаю, да? Ну, да. То есть мне нужно оттолкнуться от этого, от этого, от этого, от этого, и тем самым все вобрать в себя. То есть это не научно получается? Нет, это может быть такое движение, но оно не научно, потому что научное движение – оценки движения в системе. Когда мы начинаем от ростовок, движемся сложно. Вот так в целом он поймет хотя бы. Может быть, но я вас призываю, если товарищи не склонны, у меня тоже много, так сказать, хороших товарищей, которые, ну, не склонны к рефлексии по поводу вот этих вещей, не склонны, они не понимают. Они могут быть очень хорошими физиками, они могут быть очень хорошими технологиками, они могут быть гениальными программистами, какие-то товарищи тоже есть, с которыми я вместе работаю. То есть объектно-конкретное мышление. Да, но при этом вот этот материал они не усваивают. Они вот как только говорят про программирование, с ними говоришь, про физику, он может объяснять вещи, ну, просто сногсшибательные, очень сложные. Но как только вот переходим в другую область, это получается, ну, детский лепет буквально, детский лепет. Когда мы переходим от физики к описанию общества, детский лепет получается. Так что, в принципе, этот вопрос, он, мы же ведь бьем не, мы бьем по площадям, как говорится. Мы не пытаемся конкретного человека сделать марксистом. Эта задача у нас не стоит. Мы знаем, что объективные интересы у рабочего класса, они объективны. И, как бы, мы их выражаем просто. И поэтому задачи конкретного человека сделать марксистом вы можете потратить на это всю жизнь. Вместо того, чтобы помочь рабочему классу. И не преуспеть в этом. Так что, подскажете, как называются марксисты, которые не читали Егерин? Недействительные марксисты. По Егелю как? Недействительные? Да, недействительные марксисты. Недействительные, да. Потому что, действительно, марксисты, марксисты, тот, кто, он сражается за интересы рабочего класса, у него есть шанс пугнить. Ленин что говорил про, если мы не будем диалектиками, то какой у нас будет марксист? Сражаемый. Не сражающийся, а сражаемый. Ленин это говорил. То есть, это марксисты, которые будут не сражаться, а сражаемые они будут. Они будут все время терпеть поражение. Поэтому, в этом смысле, они действительные. Потому что они не отвечают самому определению. Где-то я целую лекцию по этому поводу, в университете рабочих беспонятных, я целую лекцию доказывал, что те, кто не изучают Гегеля, они не действительно марксисты. Вы посмотрите. Чисто, ничто, чистое бытие, они же одновременно не существуют. В каком смысле они существуют? Здесь вообще вопрос одновременности, вопроса времени нет. Мы двигаемся от одной категории к другому, и это вневременное рассмотрение. Я понял. Так, то, что чистое бытие есть. Мы в это верим? Нет. Или мы это знаем? Мы про все, что, чтобы мы не взяли наше рассмотрение, первое, что мы про него говорим, что оно есть. Но если его нет, тогда что мы рассматриваем? Мы рассматриваем чистое бытие, оно есть. В этом смысле Бог есть. Не хочу вас расстраивать, но Бог есть. Потому что он возникает в разговорах и так далее. А вот существует он или нет, это уже другой вопрос. Где-то есть видео, где по Гугле разбираешься именно введение? Введение там такая тоже вот. Где-то, где-то, ну нет, я вот сегодня сказал об этом. С моей точки зрения, все введение Гугле убеждает исключительно себя. Мне не нужно объяснять, почему чистое бытие первое категория. Мне кажется, там не только проекты идет. Ну да. Нет, просто достаточно тяжелые понятия. Он говорит, он подводит себя к тому, что ему как-то нужно связать с феноменологией духа это все. С предыдущими работами. Ему нужно сказать, что абсолютный дух вот с этими вещами, то есть это обсасывание его объективного идеализма, извините. То есть это можно пропустить? Можно пропустить. Там, где Гирий начинает про абсолютный дух, говорить и про дух вообще, я как-то настораживаюсь, не читая в основном эти поменчания, но они просто не читают. Я за это полгода читал. Так вы за полгода могли прочитать всего Гигеля. Вы не пытаетесь с нами уже понять. Мне страшно, когда подумаешь, что будет дальше.